Мною находится Азерат. Я сюда прихожу часто проведать своих близких, родных и родителей. Задумался по поводу того, почему они все здесь лежат. Когда мне было 5 лет, погиб мой отец. Вечером выехал, получается, за сеном. Почему вечером? Потому что был закон, запрещающий сенокосы. В общем, запрещено косить сено. Вот в чем все дело. А так как покупать возможности не было, он запрягал лошадь. И на арбе вечером выезжал, где-то косил, потом привозил. И вот ночью он ехал по трассе на лошади, как бы в бричке, получается. И в них въехала машина чья-то. И, в общем, так вот он и погиб. Получается, как бы из-за глупых каких-то законов, во-первых, да? А во-вторых, из-за того, что у людей не было возможности просто тупо купить это сено. Дальше у меня здесь лежит моя мама. Она, значит, умерла, когда мне было 16 лет. Она умерла вообще от рака. Но когда мы обращались в больницу, значит, ее лечили не от рака, а лечили вообще от гастрита. То есть ей лечили желудок, там, кишечник. Ну, что только там не проверяли и что только не делали. В итоге, когда, ну, уже, то есть лечение не помогало, мы вообще случайным образом обратились к какому-то врачу, который был на пенсии. Он сказал, обратись в онкологическую клинику. Мы обратились в онкологию, а там нам говорят, что у вас уже четвертая стадия. В общем, поздно, что, ну, метастазы уже пошли по всем органам. И как бы на этом, на этом все. Ну, это было страшно. У меня здесь лежит тетя. В довольно молодом возрасте. Ее убили. В городе, в Петропавловске, значит, по-моему, 18 на живых ранении было. В итоге никого абсолютно не нашли. Кто это сделал, неизвестно. К примеру, вот ее сын, он сейчас находится в тюрьме. Вот в этом году он сел в тюрьму. Ну, по какой причине? Он, значит, работал на СТО. И один человек к нему обратился отремонтировать машину. Он машину ему отремонтировал, но человек не смог заплатить. В итоге этот человек начал от него скрываться и так далее. Он просто пришел к нему домой. У них завязался там, завязался, ну, в общем, они подрались. И так получилось, что тот человек умер. Ну, как бы драка такая была, неудачная, я скажу. То есть, опять вот, как человек сидит в тюрьме, ну, понятное дело, он сидит там за то, что умер другой, да? Но нужно смотреть на причины. Во-первых, у того не было денег, чтобы заплатить за ремонт какой-то там машины на СТО. А этот бедолага работает на СТО и делает машины в долг. У меня здесь лежит мой брат родной. Вот 7 июля будет 40 дней. Он умер, когда ему было 48 лет. И за его жизнь у него вот не осталось, ну, у него нету ни детей, ни жены, ни дома, ни крова, в общем. Как бы жизнь у него не сложилась. Ну, по какой причине тоже, как бы. Может, он не в то время родился, что ли. Потому что родителям было, честно, не до его воспитания в то время. Потому что они круглыми сутками работали. Он был ликвидатором на Чернобыльской АЭС. Но из-за бюрократических каких-то проволочек ни копейки от государства не получил. Вообще ни копейки там. Хотя вот у меня сейчас на руках лежит его военный билет. И там конкретно написано, что он ликвидатор. Ну, там все, получается, записи имеют. И когда я обратился, кстати, в ЦОН по поводу получения погребальных, мне сказали, что не положено. Потому что он там не является малоимущим и так далее. Ну, в общем, просто родился человек и умер. К чему вообще все это говорю, да? Я вот смотрю сейчас, началась такая тема, типа, конструктивный диалог с властью. Так вот, что хочу сказать. Вот эта власть, которая сейчас находится, да? Она была еще тогда, когда умер мой отец. Когда мне было 5 лет. Она еще тогда была. А она была еще до этого. Она была еще до 90-х годов. И она до сих пор не изменилась. Вообще никак не изменилась. И мало того, да, если, например, в 90-х, там, там, 97-е, да, 99-е года у нас еще какая-то была свобода. Именно в политическом плане, да? То сейчас у нас полностью, ну, все ухудшилось, в общем. И вот что хотел сказать, да? Те, кто идут на конструктивный диалог, вы вообще с кем собираетесь идти, договариваться? С кем хотите строить там мост и так далее, да? Вот за моей спиной сейчас сотни, сотни судеб, которые, ну, просто погублены. Почему я так, почему я раньше не записывал? Ну, вообще, я думал, что это только, как бы, у меня такая проблема, да? Сегодня вот посмотрел видео одной женщины, девушки молодой. Она вот больная онкологией. И она, в общем, рассказала свою историю. Я понял, что, оказывается, я вообще, ну, как бы, например, моя мама, она не одна такая. У меня здесь, кстати, лежит тесть. Он умер год назад. 5 июля будет ровно год. Умер тоже из-за рака. Так вот, его лечили, например. Он умер от рака гортани, а его лечили от пневмонии и от бронхита. А когда уже обнаружили рак, уже было поздно. То есть у нас за, получается, со смерти моей матери, да, до этого года абсолютно ничего не поменялось. И власть не изменилась. И ничего в стране не улучшилось. Если у нас на всю область, да, на всю область один аппарат МРТ стоит государственный, и то он, получается, старый, и где-то, не знаю, там, год или сколько он стоял, вообще не работал, он был сломанный. А если обращаться там в частную компанию, то они берут просто за проверку определенного какого-то части тела, да, диагностики, они берут 20 тысяч. То есть людям нереально. И они просто идут вот в наши государственные больницы, а те, как бы, ну, там абсолютно халатное отношение ко всему. И это вообще не вина врачей. Это не вина акиматов и так далее. Это вина вообще полностью всей системы. И это именно та система, с которой вы хотите там договариваться о чем-то. Я вот этого вообще никак не понимаю. Я вот что знаю, да, нам нужно полностью менять абсолютно все в этой стране. Прямо начинать с чистого листа, потому что по-другому, ну, никак нельзя. Если мы будем строить что-то новое, а фундамент под нашими ногами будет, ну, так сказать, гнилой, то наш дом, он не простоит, и мы его высоко не построим. Это по-любому. И то, что там власть имущие говорят, что нужно выстраивать там конструктивный диалог, за столом переговоров и так далее, да это все, это все бред. Они просто, получается, оттягивают время и, как бы, вешивают лапшу. Ну, вот мое мнение, как бы, таково. Поэтому, ну, я считаю, что не стоит вестись вообще на, какие-то там диалоги и так далее, и с кем-то там договариваться. Я за перемены, господа. Давайте, всем удачи. Спасибо.